А скоро появились новые заботы. В каждом гнезде запищали птенцы. У Мартина и Марты было пятеро длинноногих гусят. А между тем короткое лето подходило к концу. Крылья у гусят окрепли, и Мартин каждое утро учил их летать. Ведь близилось время, когда стая Аки к небе Кайса должна будет покинуть Лапландию и пуститься в обратную дорогу. Как-то раз Мартин пришел к Нильсу. Он просунул голову в дверь его домика и заговорил. Не понимаю, до каких это пор Ракка собирается держать нас в Лапландии? Зима на носу! Эх, скорее бы домой. Гусят бы всем показать. И родичам, и курам, и корове Марту бы со всеми познакомить. А не будет ли нам дома скучно? Может, отправимся с дикими гусями за море? Что ты, что ты? Хватит с меня приключений! А тебе, Нильс, неужели тебе не хочется домой? Конечно, хочется! Да что об этом говорить? Тебе-то хорошо, он ты какой большой стал! А я ни чуточки не вырос! Ну, как я такой домой покажусь? Нет, возвращайся один! А я останусь с гусями! Акка меня теперь не прогонит! Ну уж нет! Я без тебя домой не вернусь! Это уж последнее дело, бросать товарища в беде! Мартин ушел! Его последние слова должны были обрадовать Нильса. Ведь с таким верным другом, как Мартин, можно лететь хоть на край света. Но почему же так больно сжалось маленькое сердце? Почему задрожали губы и слезы? Вот-вот хлынут из глаз. Никогда! Никогда не видать мне нашего дома! Никогда мне больше не стать человеком! После первых же ночных заморозков Акка велела готовиться к полету. На следующий день на рассвете стая покинула серые скалы. Гуси летели на юг тем же путем, каким весной летели на север. Нильс, как всегда, сидел верхом на Мартине. Время от времени он оборачивался назад, чтобы пересчитать гусят. Так, не отстал ли кто? Долго летели дикие гуси. Далеко внизу проплывали горы и леса, реки и озера. И вот однажды Нильс пристально глянул вниз и вдруг вскрикнул. Мартин! Мартин, смотри! Деревня! Наша деревня! Вон улица наша! Вон наш дом! Мартин, ты видишь? Старая Ака к небе Кайсе прекрасно понимала, как хочется Нильсу увидеть родной дом. Она высмотрела за деревней заросший пруд и приказала стае спускаться. Нильсу не терпелось сейчас же побежать домой, но он решил дождаться ночи. Когда совсем уже стемнело, Нильс и Мартин со своим семейством отправились к дому. Мартину хотелось показать жене и детям птичник, в котором он провел свою молодость. Вот и знакомый двор. Они осторожно прошмыгнули через калитку. Во дворе было тихо. Все куры и гуси давно уже спали. Дверь в дом была приоткрыта, и оттуда узкой полоской пробивался свет. Нильс заглянул в щелку. Мать с отцом сидели за столом около лампы. Мать что-то вязала, а отец штопал рыбачью сеть. Мать тяжело вздохнула. Где это сейчас наш сыночек? Верно, голодает и мерзнет, скитаясь по дорогам. А может, больной лежит. Долго ли ребенку заболеть? Отец ничего не сказал. Он только нахмурился и еще ниже склонился над сетью. А может, его уже и на свете нет? Мать украдкой вытерла глаза концом своего вязания. «Я жив! Я здесь!» Чуть было не крикнул Нильс, и сам отер рукавом слезы. О, как тяжело было молчать. Еще немного, и он кинулся бы к родителям, а там будь что будет. Но тут, в последнюю секунду, Нильс вдруг представил себе их лица, когда они увидят, во что превратился их единственный сын, их надежда и радость. Их надежда и радость. Их надежда и радость. Ужас! Ужас! Нильса будто кипятком обожгло. Нет, прочь! Прочь отсюда! Навсегда! Навсегда! Пусть лучше никогда не узнают, что стало с Нильсом! Никогда! Никогда! Нильс выбежал во двор. Там было темно и тихо. Эй, Мартин! Марта! Вы где? Нам пора уходить, слышите? Никто не отзывался. Где же они? Уйти без Нильса гуси не могли. Куда же они подевались? И вдруг из старого птичника послышались громкое, радостное кудахтанье, кряканье и гоготанье. Нильс так и умер. А! Так вот они где! Ну, конечно! Мартин зашел в птичник повидать друзей, а те подняли шум. Нильс бросился к птичнику. Скорей! Скорей! Ах, Мартин, что же ты натворил? Зачем полез в птичник? Сейчас на шум сбегутся люди, и ты в ловушке! В темноте, кое-как, почти вслепую, добравшись до птичника, Нильс уже хотел крикнуть «Спасайся!» Но было поздно. Послышались тяжелые шаги. К птичнику подбежал отец с фонарем, заглянул внутрь и охнул от удивления. «Ба! Да у нас гости! Мартин! Ну, вовремя ты вернулся! Завтра у нас день святого Мортона, так что славное будет у нас жаркое!» Отец крепко захлопнул дверцу и запер ее на задвижку. Он вернулся в дом, и во дворе наступила мертвая тишина. В ушах у Нильса звучали последние слова отца. Нильс плохо знал, кто такой святой Мортон, но что такое гусиное жаркое, он знал очень хорошо. Нильс приник к дверной щели. «Мартин! Я здесь! Слышишь?» «Нильс! Нильс! Я попался! Я попался!» «Не бойся! Я что-нибудь придумаю! Только сиди тихо!» Нильс подбежал к куче дров и на ощупь нашел крупное полено. Потом кое-как подкатил его к дверце и поставил стоймя у стенки. С трудом забравшись на полено, Нильс потянулся к задвижке. До нее оставалось совсем немного. Нильс поднялся на цыпочки и в отчаянии скреб ногтями дверной косяк. «Но! Ну же! Ох! Не могу! Ох, не могу! Ох, проклятая!» Нильс попробовал подпрыгнуть, но полено угрожающе закачалось. И тут совсем рядом послышался тихий голос. «Эй-эй! Хватит прыгать! Шею сломаешь!» Нильс был так увлечен своим делом, что вначале не обратил на голос никакого внимания. «Эй-эй! Слышишь? Хватит скакать! А то свалишься и ноги переломаешь!» И тут Нильс застыл, как громом пораженный. Он узнал этот голос. Он узнал бы его из тысячи. Ведь это был голос гнома. Ну и что? Пусть себе говорит, что хочет. У Нильса есть дела поважнее. И мальчик снова подпрыгнул раз, другой. «Послушай, Нильс, ты зря стараешься. Только время теряешь». «Я должен, должен открыть эту проклятую...» «Слезы, говорят тебе! Не испытывай моего терпения! Ты знаешь, я этого не люблю!» Нильс вздрогнул. Уж кто-кто, а он-то это знал. И все-таки Нильс не сдвинулся с места. «Я должен спасти Мартина. И пусть я никогда снова не стану человеком...» «Да ты никогда им и не был упрямец-то этакий. Ты был дрянным, скверным мальчишкой». «Послушайте!» «Не перебивай старших!» «Слушай, Нильс Хольгерсон, я давно слежу за тобой. С тех самых пор, ну ты знаешь, и теперь я вижу, что ты стал, наконец, человеком. Настоящим человеком. А потому я снимаю с тебя заклятие. Береги своего друга. Прощай. Больше мы с тобой не увидимся». И тут Нильс почувствовал, как земля под ногами поехала вниз. Голова закружилась. И вот во дворе уже стоял прежний Нильс, едва веривший в свое счастье. Он хотел поблагодарить гнома, но того уже и след простыл. Так закончилось удивительное путешествие Нильса с дикими гусями. Снова Нильс стал ходить в школу. Теперь в дневнике у него появились пятерки. А как же Марти? Что же с ним-то было? Но после того, как Нильс рассказал, каким верным другом был Мартин, все стали чуть ли не пылинки с белого гуся сдувать. Так он и дожил в почете и уважении до самой глубокой гусиной старости. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!